В прошлой серии Меченый побывал в лаборатории Х-18, однако, как оказалось, не только его туда отправили. Одну из пяти частей документов успел найти уже другой сталкер. Тем не менее, всё разрешилось и теперь Меченый в тёмной лощине, там тоже завязалась некоторая история. По традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьёт и также приятного просмотра. В конце прошлой серии я брал награду от этого сталкера, но меня в комментариях попросили переиграть, потому что он предлагает либо артефакты, либо деньги, но если отказаться, то он даст и то, и другое. В принципе, мне пофиг, мне хватило бы просто и артефактов, но там прям просили, поэтому ладно, переиграю. Не надо ничего, обошлось без резервной резни, а это уже хорошо. Нет, мужик, я тебя так просто не отпущу, возьми вот, не обижай искателей, 10 тысяч и всё те же артефакты. Ради 10 вонючих тысяч, которые у меня копятся, как не знаешь что. Ну ладно, в принципе, это и переигрывать-то несложно, да? В общем-то, сейчас, чё, куда мы пойдём? У нас тут есть некоторые незавершённые дела, например... Ну, на кордоне там получить награду и так далее, но это не то. Поговорить с Захарычем. Исходя из полученных данных, Болтуну удалось удрать с лесопилки до атаки бандитов. После этого он направился к охотнику, стоит поискать его там. Вот так вот. Сейчас поедем, значит, к Захарычу. Хз, вообще, кто это? Машина моя где? Вот она. Так, ну я думаю, не будем ехать по дороге. Поедем так, прямо. Почему бы и нет? Я добрался, это было быстро. Так, тут какой-то дом и... И дом. Кукла валяется. О, это шо? Фигня. Классно. Лучший айтем, который я находил за всё время. Маленький, размером со спичечный коробок, кусочек неизвестного вещества. Структуру металлической напоминает сталь, но имеет нехарактерный светло-бурый цвет и следы оплавленности. Если помять его в ладони, то начинает тихо шипеть и покалывать кожу. На артефакт не походит. Свойств нету. Из-за бесполезности сталкеры называют этот принят фигнёй. Лол. Вот это кек. Так, в этой будке маленькой ничего нет. Ладно, входим в дом. Здорово, Захарыч. Ну, а как я погляжу, у тебя тут никого нет на самом деле. Да и радио твоё не затыкается. О, это мне. Чё у тебя на чердаке, дед? Сейчас мы тебя ограбим. Пенсию давай свою всю сюда. Нет, видимо, у него ничего нет. Здорово, живая душа. И тебе привет, дедушка. Как поживаешь? Что он сделал? Как поживаешь? Не поживаю, а доживаю. Чего греха таить? Потихонечку, помаленечку, день за днём. Сколько бог отсудит. А как ты в зону попал? Это не я в неё попал, это она вокруг меня выросла. Жила недалеко от этого места, на хуторке к северу отсюда. Когда была эвакуация, я не стал уезжать. Вот и живу здесь, питаясь, чем природа пошлёт. Места здесь не сильно заражённые. Почему на хуторе не остался, а живёшь в этой лачуге? Меня оттуда год назад бандиты выгнали. Не, Христи. Сочувствую. Угу. Захарыч, посмотри на эту штуковину. Где нашёл? У тебя во дворе. Что это за фигня? Так, дай-ка гляну глазами своими близоруками. А, эта штука бесполезная, выбрось её. Откуда она взялась? На мусор не похоже. Да около месяца назад пролетала над лачиной типа звёздочки. Летела так низко с востока на запад, даже деревья гнулись. Да и где-то над лесопилкой упала и рассыпалась сиреневыми искрами. Вот и всё, хочешь верь, хочешь не верь. Да, интересно, метеорит, наверное. Может и метеорит, а может и нет. Что ты имеешь в виду? Я на своём веку не то чтобы много, но несколько падений метеоритов наблюдать пришлось. Не похоже это было на них? Ой, не похоже. И что думаешь? Ох, память моя дрявая, точно помню, что было что-то интересное с этой звездой связано. Да забыл что. Ну посиди немного, отдохни, может и вспомнишь. Нет, это ты по молодости вспомнил была, я уже не могу. Слушай, можешь подсобить старику? Хочу самогонный аппарат запустить, тогда душа повеселеет. Может и вспомню чего. А, ну понятно. Самогонный аппарат? Где ж я его достану? Давай подумаем. Самогон много, кто из нас старичков любил. Получается, что самогон гнали там, где жили люди. То есть рядом с жилищами. Где в зоне до аварии было много людей. Правильно, в городах. То есть или в Припяти надо искать, или в том закрытом городе, что называется сейчас мёртвым. А раньше как называли, не помню уже. До Припяти далеко, так что ты пока ближе поищи. Не только в мёртвом городе могли гнать самогон, но и в деревнях, на хуторах. Могли и там. Но в городах его гнали не только для собственного употребления, но и для продажи. Значит отыскать аппарат в городе будет легче всего. Вот только где. Городок хоть и небольшой, но аппарат в нём как иголка в стоге сена. По подвалам или на чердаках здания ищи. Самогонное варенье преследовалось по закону, поэтому такие вещи на видном месте точно не лежат. Хорошо, если найду, притащу. Старик, дай совет, где здесь можно разжиться хорошим хабаром? Ишь ты какой деловой, а ты доброе дело сделал, чтобы за него тебя зона хабаром наградила? Знаю я вас, молодых, всё бегают, суетятся, спешат. Хотят быстрее всё получить, чтобы ничего за это не было. Отвыкли от труда, своими руками ничего сделать не заставишь. Ладно, руками, головы уже работать не хотят. Не ворчи, старый, я работой не брезгую. Вот как? Ну тогда давай так, ты поработаешь немножко и получишь то, что заслужил. Но работать надо будет не руками, а головой. Понял, к чему клоню? Думаю, да. Я буду тебе загадывать загадки. За каждую верную отгадку я буду тебе сообщать место, где у меня спрятан хабар. Здесь, в Волочине, у меня таких местечек очень много. Ну так что, готов? Конечно, загадывай. Ага. Дед, загадай загадку. Однажды один сталкер помогал другому чистить картошку. И вместе они очистили 400 штук. Первый очищал 3 штуки в минуту, а второй 2 штуки в минуту. Второй работал на 25 минут дольше первого, потому что первый свалил искать артефакты. Сколько времени первый помогал второму чистить картошку? Ааа, знаете, что вспомнил? Мне сбрасывали ответы на все загадки в комментариях. Причем очень странно это выглядело. Я еще думаю, что за херню высрали? Там что-то 3 минуты у кого-то, там 12 чего-то у кого-то, да? Вот что-то такое, типа. Оказывается, это ответы. Так, ну 70 минут. Молодец, смышленый ты малый. Слушай меня, тайник находится на вершине холма к югу отсюда, под большим вечно зеленым кустом. Я тебе на ПД скинул описание, чтобы не забыл, где искать надо. Ага, смышленый. Комментарии мои смышленые. Пятеро сталкеров, 3 ветерана и 2 опытных, разделили между собой хабар, добытый ими в походе поровну. В хабаре было 3 артефакта, их нельзя было делить. Их взяли 3 сталкера-ветерана. Каждый из ветеранов заплатил по 800 рублей опытным. Опытные разделили эти деньги между собой, и тогда у всех 5 сталкеров стало поровну. Сколько стоили артефакты? А, 2000. Ну а дальше? Эх, память моя дырявая. Такую загадку хотелось тебе задать, да забыл. Обожди, дай вспомнить. Эй, какую вспомнить? Дед, давай загадку. Один сталкер проходит путь из Припяти на кордон за 10 дней, а второй тот же путь проходит за 15 дней. Через сколько дней они встретятся, если одновременно выйдут на встречу друг к другу? Один с Припяти, а другой с кордона. Дед, да ты рофляшь. Через 6 дней. Какие-то загадки уровня математика 5 класс или 6, не знаю. Летела стая гусей. Один гусь впереди и два позади. Один позади и два впереди. Один между двумя и три в ряд. Сколько их было? Загадка от Жака Фреско. Сколько? Размышление дается 30 секунд. Жили у бабуси, ну не знаю, то что два веселого гуся, но у нас будет три веселого гуся. Один красный, другой белый, другой синий. Слава, Россия. Что? Давай загадку. У Долговского отряда случилась неприятность. Переходя реку вброд, двое из трех сталкеров подмочили свои патроны. Так что часть их оказалась негодной к употреблению. К какому употреблению они что? Патроны хавали? Три Долговца поровну поделили между собой сохранившиеся у них патроны. После того, как каждый сделал 4 выстрела, у всех у них вместе осталось столько патронов, сколько было у каждого после дележа, сколько пригодных патронов было у Долговца в момент дележа. 18 патронов. На трех деревьях уселись 36 чернобыльских ворон. Когда с первого дерева перелетели на второе 6 ворон, а со второго перелетели на третье 4 вороны. Какие вороны? Вороны. То на всех трех деревьях ворона оказалась поровну. Сколько ворон первоначально сидело на каждом дереве? 18, 10, 8. Сидорович заключает сделку со сталкером-охотником и обещает тому за шкуру псевдособаки 0,5 рублей. За шкуру кабана 3 рубля, ну понятно, в стиле Сидоровича. А за шкуру химеры 10 рублей. Хорошо, говорит сталкер, я достану тебе шкур на 100 рублей. Ты получишь ровно 100 штук. Можешь ли ты мне ответить, сколько шкур псевдопсов, сколько шкур кабанов и сколько шкур химеры я должен принести тебе? 94 шкуры псевдопсов, 1 кабанья, 5 химер. В темной долине находилось стадо псевдогигантов, стадо слепых псов и стадо чернобыльских котов. Псов было больше, чем псевдогигантов. У псов и гигантов вместе было 100 голов и ног. Также псов и гигантов вместе было втрое больше, чем котов. Сколько было котов в темной долине? 8 котов. В лаборатории Х-18 запустили 30 кровососов, которые постепенно поедают друг друга от голода. Кровосос считается сытым, если он съел трех своих сородичей. Какое наибольшее число кровососов может насытиться? 9. Летела стая гусей в Припять, а навстречу им орел. Орел говорит, здравствуйте, 100 гусей. Гуси ему отвечают, нас не 100 гусей, а меньше. Если бы нас было столько, да еще столько, да еще полстолько, да еще четверть столько, да еще ты бы присоединился к нашей стае, вот тогда было бы нас 100 гусей. Если предположить, что орел присоединится к стае и полетит с ними, то сколько гусей было в стае на момент этой эпической встречи? 3. 36 гусей. Если 3 чернобыльских кота могут сожрать 3 чернобыльских крыс за 3 минуты, то за сколько минут 30 таких котов управятся с 30 крысами? За 3 минуты, чел, это я даже без подсказок за... Сколько пальцев на руке у контролера? У контролера, по-моему, блин, у него точно не 5, у него либо 4, либо 6, но по-моему, 4. Да. Один сталкер-ветеран выпивает бочонок пива за 14 дней, а вместе со своим отмычкой выпивает такой же бочонок за 10 дней. За сколько дней отмычка сам выпьет такой же бочонок пива? 35. Решил бармен одним сталкерским утром, что надо было бы скосить траву на полянах недалеко от бара, чтобы мутантов издалека видно было. Нанял, значит, сталкеров и принялись они косить. Одна поляна была вдвое больше другой. Половину дня сталкеры косили большую поляну, после этого разделились пополам. Первая группа осталась на большой поляне и докосила ее к вечеру до конца. Вторая группа сталкеров косила меньшую поляну, на которой к вечеру остался участок, скошенный на другой день одним сталкером за один день работы. Сколько сталкеров косило траву? 8. Недавно один сталкер спросил у меня, сколько тебе лет? Я ответил, если проживу еще половину того, что я прожил, да еще один год, то мне будет 100 лет. Сколько мне лет? 66. Молодец, мышленый ты малый. Спасибо. Какая была тепловая мощность реактора на Чернобыльской АЭС? 3,200. Профессор Сахаров открыл удивительную разновидность амеб. Каждая из них через минуту делится на две. В пробирку биолог кладет одну амебу, и через час вся пробирка оказывается заполнена амебами. Сколько нужно было бы времени, чтобы вся пробирка заполнилась амебами, если бы в нее сначала положили не одну амебу, а две? Все 9 минут. В бар Сторинген вошел сталкер и попросил у бармена стакан воды. Они никогда раньше не встречались. Бармен достал из-под стойки ружье и направил его на сталкера. Тот сказал спасибо и ушел. Что произошло? Икота. Профессор Круглов раздал 4 облученным сталкерам 2006 таблеток антирада. Долговец получил на одну больше, чем свободовец, наемник на одну больше, чем долговец, а нейтрал на одну больше, чем наемник. Сколько таблеток придется съесть нейтралу? 503. У меня в двух карманах есть деньги. Когда с одного переложу в 1 рубль, то будет половину, а когда со второго переложу в первый 1 рубль, то в первом будет двое больше, чем во втором. Сколько в каждом кармане рублей? Ку, есть 2 рубля. Ладно, еще 5-7. Так, я по-моему все, все загадки у него отгадал. Ну что ж, прикольно. Ладно, тут остался еще один диалог. Дед тут к тебе никто не наведывался, кроме меня в последнее время. Приходил один паренек, был отливый такой. Все смеялся, до шутки шутил. Хоть и потрепан был немного. Потрепан? Догнались за ним. Вот он ко мне и пристал, чтобы отсидеться-то. Я сразу это понял, хоть он ей ничего и не рассказывал. Я и не такого повидал. А почему он пришел к тебе? Про мою избушку мало кто знает. Разве что искатели на лесопилке. Ну и ты теперь. Здесь места глухие, от погони прятаться самое то. Да и не похож он был ни на убивца, ни на вора. Я людей насквозь вижу. Глаза у него добрые были, поэтому я его и пустил. Где же он теперь? Ушел? Как видишь, с ним история скверная приключилась. Овладела им жадность. Эх, и многих же она здесь сгубила. Больше только от пуль до зверя полегло. Гостевал паренек этот у меня 3 дня всего. Я ему по вечерам истории разные перерасказывал. От людей здешних услышанные. Однажды дернул меня черт за язык рассказать ему о смерти зоне и артефакте свет. Что за смерть зона? Там злая сила землю вспучила и в воздух подняла. Да так и держит. Сила та страшная настолько, что убивает все живое, до чего дотягивается. Никто не может подойти к ней близко. Все замертво падают. И звери, и люди, и даже птицы. Ничем ее не обмануть. Ни костюмами хитрыми, ни приборами учеными. Сила эта еще и коварна. Манит неразумных красивыми цацками. По слухам, в самом центре того места лежит артефакт тьма. Нашедшему его откроются многие сокровища зоны и увидит он тайные места, невидимые простому глазу. Такая вот и легенда. Интересно, и что же болтун? Захотел этот артефакт достать? Да, я его отговаривал как мог, но он не послушался старика и ушел на смерть. Так и не вернулся. Упокой господи его душу. Старик, где находится эта смерть зона? Неужто и ты хочешь костями полечь от злой силы? Образуемся, не губи свою душу. Нет, я из чистого интереса. В лесу, на запад отсюда. Обходи это место стороной. Слушай, Захарыч, мне надо туда пробраться. И тебя жадность одолела. Эх. Дело не в жадности. Просто мне надо выяснить кое-какую информацию, и часть ее находится как раз у того паренька, что пропал в смерть зоне. Может мне к ученым обратиться? Что это там за информация? У тебя важная такая. Впрочем, есть один способ, но он очень рискованный, почти такой же опасный, как и смертельная сила этой аномалии. Из двух зол выбирает меньшее. Есть такая легенда, что смертоносное излучение этой зоны является во много раз усиленным излучением одного небольшого, но очень вредного артефакта. Вроде бы когда-то этот артефакт образовался рядом со старым советским трансформатором, и прибор каким-то образом усилил его пагубное воздействие и распространил его на большую площадь. Так и появилась смерть зоны, допустим. Так вот, соль в том, что этот артефакт, который называется Тьма, когда-то был одной из двух частей одного целого артефакта, разрушенного одним не в меру любопытным сталкером. Вторая же часть, по поверью, называется Свет, и имеет противоположное оздоровительное воздействие. Вместе эти две части уравновешивают друг друга. Так вот, обладая Светом, можно вроде бы проникнуть в смерть зону, безнаказанно. Где найти этот Свет? Вот тут и закавыка. Тот сталкер, который разделил единый артефакт на две половины, давно погиб и забрал с собой в могилу тайного местонахождения. Тупик? Думаю, что нет. Я тебе сейчас одну тайну расскажу. Есть у меня знакомый один сталкер. Вернее, даже не сталкер. Вот он вроде бы того любопытного мужика знал и помнит, где находится его могила. Говори имя. Погоди, не спеши. Эх, молодость. Что такое, дед? Ты забыл его имя? Такое не забудешь. Тогда что? Может ты мне его скажешь в обмен на что-то? Скажу я тебе его совершенно бескорыстно, но поверь, лучше тебе его не знать вообще. Да и не привык я упоминать такое в суе. Что в смысле это? Что это значит? Мало ли. Да кто же это такой-то? Давай так. Я сейчас тебе одну книгу дам. Ты ее прочтешь и узнаешь. Главный герой этой книги и будет тот, кто тебе нужен. Это все потому, что имя я его называть не хочу, чтобы не накликать беды. Вот, возьми. Когда прочтешь, я тебе расскажу, где этого человека можно будет найти. Навеял ты туман у деда. Ну ладно, давай книгу. По-любому там... Ну, черный сталкер, понятно. Так и знал. Ну-ка. Легенда о черном сталкере. Ёп твою медь. Давайте, пацаны, я вам мотаю. Вы это все на паузе читайте, кому интересно. Потому что, во-первых, тут шериф дебильный читать невозможно. Во-вторых, я спать хочу опять, как дикий. Я не спал. Смотрел всю ночь аниму. А в-третьих... Да ну его нахер, там слишком много. Я и так уже сижу у этого деда вонючего долго. Прочел я книгу. Понял, о ком я тебе говорил? Но ведь черный сталкер выдумка. Раз ты так считаешь, тогда отправляйся на холм, что к юго-востоку отсюда. Там эта выдумка часто появляется. Причем не одна. Да, и еще. Не вздумай палить в пса. Понял? Пожалеешь. С каждым днем все больше убеждаюсь в том, что зона страна чудес. Ну ладно, меня он к могиле того сталкера, который светом обладал, проведет? Думаю, да. Только будь с ним очень осторожен. Лады. Лады, лады. Так, подожди, давай поспим сначала. Вы проснулись от ощущения голода. А, да похер. Блин, не похер, подожди. Еды-то нету. Дед, есть что покушать? Нету. Капец. Что делать, пацаны? Хавки-то нету. Ёпт вы имеете. Вот я встрял. Или я проснулся от чего-то другого, кажется. Да, от выброса. Так, слушайте, а артефакты же где-то должны образоваться или нет? Либо во время, либо перед выбросом. Я не помню, как там это было. Так, только найти выброс, чебурашка говорит. То есть, скорее всего, до того, как я спрячусь, мне нужно сейчас где-то найти этот арт. Но где его искать, у меня вообще нет никаких идей. Можно, конечно, поездить попробовать, но сомневаюсь, что это к чему-то приведет хорошему. В любом случае, была-не была. Нифига у меня тут тайников. Укрытие. Офигеть. Ёпт вы имеете. Посмотрите, у меня тут тайники просто усеяны. Все ими усеяно. Кружим, кружим по району. Я не знаю, как этот арт выглядит. Я не знаю, вообще правильно ли я поступаю. О, плоти. Здорово. Зажали, говорит. Прикольно. Не, пацаны, говно идея. Ливаем. Арта не видно. А выброс уже жмыхает. Поэтому эта идея говно. В ней нету ничего. В другой раз поищем. Ну, пожрать чего-то охота, конечно. Но вот жрать нечего, конечно. Чувствую, в темном лощине я задержусь. Сейчас попробуем по этому квесту погулять. И попробуем собрать все тайники Захарыча. Хотя их очень много. И собирать мне, если честно, особенно вот эти вот не очень хочется. Но ладно. А вот смерть зона. Все. Выброс кончился. И, похоже, мне придется... Выброс лощины. Ага. Похоже... Что это? Подожди. А, показалось. Похоже, мне придется в ночь сейчас все выполнять. Потому что спать дальше опасно. Еды у меня нет. Хотя можно, конечно, съездить на лесопилку и попробовать добыть еды там. Но не знаю. Один из тайников Захарыча прямо тут, кстати. Любопытно. Подожди, я хочу его взять. У меня нет предположений где, но очевидно, что где-то тут. У меня из-за голода теперь, блин, выносливость будет страдать. Так, на чердаке пусто. Где-то там внизу в комнатах вряд ли. Поэтому, скорее всего, в трубе. Нет, слушай, тут ничего не заныкано. Хм. Так, ну если есть труба, то должна быть и печь, я считаю. Это может в печи. Хм. Но в печи как-то тоже ничего нету. Тут тоже. Так. Дед, ты меня надурить вздумал? Где тайник? Может за столом тут? Да нет. Слушайте, у меня нет идей. Это плохо. А может быть оно где-то тут? А, во, нашел. Так, понятно. Всякие взрывные устройства ты мне сюда подсунул, э? Дед террорист. Все с тобой ясно. Зачем мне рюкзак и еще один? Не знаю. Очевидно, зачем-то. А что так много весит? Заряды вот эти? Или что, я фиг пойму? Ну, походу, нужно, короче, много всего в багажник сложить. Я считаю. Так, я что-то совсем забыл про бенгарский огонь. Повешать его на пояс. Так, СВД пока что тоже сникал. Все. Все норм. Под завязку просто освободил тут. Освободил я много довольно места внутри. Поэтому смогу сейчас все потихонечку сюда тащить. Надеюсь, в каком-нибудь тайнике я найду еду. Так, тут еще один тайник Захарыча. Погнали к нему. Ой, тут плоти. Твою мать. Ой, тут еще аномалии. Твою мать. Так, тихо, тихо. А что это там за лагерь? Кто это там? Нужно проверить. Так, в любом случае, нужно быть аккуратнее. Где-то тут тайник, да? Это что такое? Аномальный очаг. Любопытно. Там какой-то крест. Так, что у нас тут? 10 хвостов севдо собаки. 1 глаз полтергейста. 30 патронов картей. 4 руки зомби. 2 стопы снорка. 5 голов тушкана. Понятно, интересно. У меня аж зависло все. Но меня, походу, сюда не пустят. А что вообще? Подожди, к чему мне это? Аномалия? Очаг? Нет? Или что? А, вот. Совокупность на небольшой по размеру площади нескольких аномалий разных видов. Представляет собой крайне опасное, вместе с тем заманчивое явление. Так считается, что именно в таких зонах рождаются уникальные артефакты. Ага. Но что-то в этом месте я не вижу уникального артефакта. Но, видимо, мне это потом как-то должно пригодиться. Так, ладно. Возвращаюсь к машине. И закидываю все, что сейчас подобрал. Здравствуйте, друзья. Вы кто? А, это банда Кульгава очередная. А, это те лохи, которых я этот выкинул с нападающих. Они тут теперь расположились. Ладно. Поехали к черному сталкеру. Мне уж интересно, что там сейчас будет. Тайнички чуть позже облутаем. Ух ты. Тут останки всякие. Я только сейчас увидел. Просто я остановился, потому что мне показалось, что там что-то лежит. Ну, видно такое, из предметов, которые можно подобрать. Но нет. Так, слишком близко подъезжать не буду. Глушу пока что двигатель. Дальше иду пешком. Посмотрим, что у нас тут. Хм. Бродяга Дик. Понимаю. Здорово. Здравствуй, сталкер. Ну как, водички не принес? А тебе моя водичка зачем нужна? Черный сталкер, если не ошибаюсь. Собственно. С кем имею честь? Очень приятно. Я сталкер меченый. Отличная погода сегодня, не так ли? Просто великолепная. А так вас, по-видимому, привело сюда вовсе не желание обсудить со мною преимущество здешней погоды. Признаться, да. Дело в том, что мне бы очень хотелось заполучить пресловутый артефакт под названием Свет. Ах, вот оно что. Я вижу, вы знаете толк в редких штучках. С радостью проведусь к могиле того несчастного, который обладал им перед смертью. Как? И ничего взамен не попросите? Представьте себе. Впрочем, выдержать рядом с собой присутствие такого типа, как я, уже достойно похвалы. Кстати, вы видите моего пса? Его зовут Каштан. О, я вижу, что слухи о моих с ним похождениях уже довольно широко распространены. Это хорошо. Но запомните, мой друг, в долгом пути, который нам предстоит, вы должны любой ценой уберечь это драгоценное животное. Как вы уже успели заметить, я абсолютно слеп, однако вместе с тем отлично вижу вас. Почему? Спросите вы. Да потому что у нас с Каштаном общее зрение. Я вижу все то же, что наблюдает он. Собственно, если с моим милым песиком что-то случится, то последствия лично для вас окажутся самыми что ни на есть печальными. Что скажете? Условия выглядят нетрудным. По рукам. Бандиты просекли про могилу и готовят засаду, поэтому будь очень внимательным. Замечательно. Следуйте за моим псом и глядите в оба. Да, и еще одно. Если случится худшее, то тебе лучше сразу же убить меня, а не то погибнешь сам. Я тебя предупредил. Ладно. Так. Ну что ж. Хорошо. Песок, конечно, просто быстр, как не знаю кто. Ладно, машину что, пока тут брошен? Наверное. Хм. Может за нычкой пока сходить? Я попробую. А где нычка? Под кустом тут где-то, наверное, нет? Или да? Да, скорее всего. А, вот так вот даже. Опять выстрелы в Оги и комбез сталкера. Ну, неплохо на самом-то деле. Так, ребзи, а вы где? Ох, не нравится мне то, что я их потерял. А хотя, не, вот бродяга дик. Все нормально. Что случилось? Каштан кого-то учил. Приготовь оружие. Хорошо. Это человек? Думаю, да. Понятно. Ну давай. Там бандосы сидят. Туда куда? А, нет, не совсем, кстати. Бандосы немного в другой стороне. Пес направляется туда. Бандиты там. Плюс-минус. Опа. Нормально собака? Жива? Вроде жива. Да, бандосы попутали вообще. Что на собачку-то быковать? Что она вам сделала, твари? Блин, еды бы. Вот было бы неплохо. У бандосов еды не оказалось. К сожалению. Ну и что ты машешь? А-а-а. Ну капец. Где бинты? Где бинты? А, вот они. Еды, пожалуйста. Дайте еды. Какой-нибудь уже, умоляю. Вообще пофиг какую. Главное, какую-нибудь. Понятно, еды не будет. И ты со мной не разговариваешь. А где пёса-то? А, вот пёса. Можно я тебя убью и пожарю? Нет? Ладно. Опять кто-то... Ой, блин. Понятно. Она уже, кстати... Ну, ну, вы поняли, хромает. Еды нет, как обычно. Блин, надеюсь, мы уже пришли, потому что я долго её прикрывать не смогу. Ну, мутанта это ещё ладно. Куда не шло? Но от людей я уже не смогу её защитить. Потому что хп у неё нету. А эрекции у меня никакой. Я спал-то всего три часа. О-о-о. Ой-ой-ой. Больно, 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 больно. Отхожу, отхожу, отхожу. Тихо. Я хотел поближе просто посорить. Чё, опять отспавнились? Понятно. Не, ну тут реально спасти, но... Сложновато. Нужно сначала левого убивать. У него автомат. Всё? Отлично. Дождаться, пока Дик добудет артефакт. Он ещё что-то добывать за меня будет. Чё-то он машет тут. Не маши, давай, идём. Собакин, живи. А, туда идём, что ли? Там всё-таки? Ну, да, там же могила стояла, слушайте. Поэтому всё верно. Ну, защитить собаку выполнено. То есть, скорее всего, на неё всё, не будут нападать больше. Ну, давай, иди, достань оттуда мне. Прикольчик. Аномалий там, как видишь, много. Мы на месте? Смотри, перед нами могила, в которой я когда-то похоронил одного из своих друзей. Я знаю, зачем тебе понадобился свет. Ты хочешь проникнуть в смерть зону, чтобы получить одну из частей карты с местонахождения Куландайка артефактов. Как ты это узнал? Ну, вот мы и на месте. Подожди здесь и не пытайся идти за мной. Тебе не светит. Ну, я же всё-таки чёрный сталкер. Сейчас я войду в аномальный очаг и достану артефакт, но сразу его тебе не отдам. Он слишком сильно напитан энергией из окружающих аномалий и может быть опасен для простого человека. Как только я возьму свет, мы сразу же отправляемся к Захарычу. И там я расскажу тебе кое-что очень полезное. Хорошо? Хм. Ну, ладно. О-о-о. Чел, не справился ты. Или тебе пофиг? А чё, а так и должно быть? Это ж бредность, так и должно быть. Его тупо сейчас засосало и он никуда не может двинуться. Что-то мне подсказывает, что не так должно быть. Пацаны, ну так не должно быть. Я перезапустил игру, подумал, вдруг там есть опции, которые, типа, знаете, там, позволяют сделать так, чтобы NPC были неуязвыми к аномалиям. Но тут вот это почему-то не работает. Ну, такого нету, типа. И вот я хз, чё с ним делать? По-моему, так не должно быть, потому что его колбасить в аномалиях. Наверное, на этом пока что серию придётся закончить, потому что... Ну, я не знаю, чё делать. Может, вы чё подскажете? Попробую, конечно, переиграть за кадром, но чё-то я сомневаюсь, что от этого что-то изменится, потому что аномалии тут так и останутся. Не знаю, напишите в комментариях, может, это как-то можно обойти или я что-то должен сделать. Видите, он пытается идти, его засасывает. Ну, в общем, на этом пока что всё, чуваки. Большое спасибо всем за просмотр данной серии. Если она вам понравилась, не забывайте ставить лайки. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если вы тут впервые. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на лицо в описании, так же, как и ссылка на скачивание этого мода. Если вы хотите в него сами поиграть. И ссылка на плейлист с этим прохождением, в случае, если вы не видели остальные серии. Большое ещё раз спасибо всем. И пока этого, вот он опять попытался прорваться, но его тянет обратно. Субтитры сделал DimaTorzok